Последствия стихии, которая обрушилась на столицу региона в минувшие выходные, работники коммунального хозяйства устраняли в круглосуточном режиме. На расчистке Самарских улиц трудились 3369 уборщиков и более 180 единиц техники, уделяя особое внимание тротуарам, подходам и подъездам к объектам социальной сферы, детским садам, школам, больницам и поликлиникам. Только за субботу и воскресенье специалисты израсходовали 581 тонну противогололедных реагентов. К началу новой недели была обработана вся улично-дорожная сеть. На линии вышел весь общественный транспорт. Перебоев, интервалов, движений нет. Рабочее утро понедельника глава города Елена Лапушкина начала с объезда и проверки работы коммунальных служб в промышленном и кировском районах, откуда поступало больше всего жалоб на состояние улично-дорожной сети и дворов. Выявленные замечания по обработке тротуаров и внутриквартальных дорог обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Безусловно, есть вопросы по оставшейся наледи. Необходимо брать шугу с дороги, необходимо дочистить тротуары. Есть вопросы к управляющим компаниям по очистке выходов из подъездов. Но, надеюсь, сегодня до морозов, конечно, управляющая компания справится с этой задачей. По информации городского департамента образования, школа сегодня функционирует в штатном режиме. В связи с погодными условиями, родителям предложили самостоятельно принять решение – отправлять ребенка учиться или оставить дома. Пропуски занятий не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Также принято решение не изучать сегодня новый материал на уроках в связи с некоторым числом отсутствующих детей. По распоряжению главы города, подъезды и подходы к школам должны быть полностью расчищены от наледи. На особом контроле представителей управляющих компаний за недобросовестную работу они будут наказаны. Механизм следующий. Направляем предостережение, вызываем на административную комиссию, штрафуем. Обсудили на совещании в мэрии подготовку города к Новому году. В столице региона монтируют праздничную иллюминацию, украшают объекты потребительского рынка. Для активного отдыха горожан будут залиты 128 ледовых катков. Ледовые площадки организуют на территориях образовательных учреждений, на площадях Куйбышева, Славы, в парках, скверах и набережной, а также на спортивных объектах и внутридомовых территориях. Наибольшее количество катков в этом году будет организовано в промышленном районе. Здесь их 27. 25 катков в Кировском, 16 в Красноглинском, 15 в Октябрьском. В Железнодорожном Куйбышевском по 14, в Словецком 9, в Ленинском 7 и в Самарском районе традиционно у нас одна площадка. Но при этом это самый большой каток из представленных. Работа по заливке катков проводится в ночное время и ранним утром, чтобы минимизировать возможность присутствия людей и не создавать помех. Контроль за состоянием ледового покрытия осуществляется в ежедневном режиме городским департаментом физической культуры и спорта. В парках Победы 50-летия Октября, Гагарина, Дружба, катки уже начали свою работу и ждут налет всех любителей активного отдыха. На всех ледовых площадках есть музыкальное сопровождение, установлены пункты проката, теплые раздевалки, точки общественного питания. Катки работают ежедневно с 10 до 22 часов с двумя техническими перерывами. Ольга Павлова, Константин Головин, События.